всем привет сегодня мы рассмотрим одномерные массивы в языке си мы их уже рассматривали но вопросы все равно остаются поэтому сегодня рассмотрим передачу этих массивов одномерных в функции вот в следующем видео рассмотрим передачу двумерных массивов функции как вы помните по поводу двумерных массивов я рекомендовал пользоваться одномерными массивами виде двумерных формула есть но все равно иногда нужно напрямую создавать двумерные массивы и работать с ними передавать их функции поэтому рассмотрим сегодня одномерные массивы я подготовил несколько примеров вот и сейчас мы их разберем и так пример первый у меня есть тестовая функция и три варианта объявления массива но даже не три тут можно дописать еще 4 вот 4 это будет вот такой рей 4 например или давайте без инициализации вот так вот первый пример первый вариант первый массива мы объявляем массив на размерностью 3 и сразу инициализируем все три ячейки вот второй вариант мы размерность не указываем а инициализируем сразу на этом этапе у нас компилятор определит сам сколько здесь элементов и вот сюда грубо говоря подставит то есть на этом этапе будет выделена память для массива размерностью 3 дальше третий вариант вот такой вот когда мы конкретно инициализируем какую-то ячейку данном случае вот такой способ нам разрешает инициализировать то есть позволяет ячейку с индексом 2 а вот будет троечки равен те ячейки которые мы не указали будут инициализированы нулем вот то есть смотрите когда мы не инициализируем массив то значение которое будут находиться в нем могут быть случайными то есть может быть какой-то мусор но если же мы хоть один элемент инициализируем не важно чем хоть один то все остальные элементы которые мы не указали будут инициализироваться нулем точно также как вот вот этом случае камы инициализирует первый элемент нулем все остальные четыре элемента также будут инициализированы нулем либо вот так вот 89 первый элемент будет 89 все остальные нулями вот вот такое правило вот то есть это у нас либо же можно вот так вот еще 0 про инициализировать десяткой и двойку про инициализировать тройкой первый элемент будет равен нулю я думаю с этим все ясно вот так вот работать то есть мы разбирать мы будем массивы которые создаются в локальной памяти на еще называют на стеке вот или автоматическая память локальная память память на стеке вот то есть в любом случае там где мы либо статические массивы статические массивы это когда у нас они объявлены в глобальной области видимости вот вот так вот но в любом случае разбираем те массивы для которых мы сами руками не выделяем память то есть не используем функцию малок вот и в первом примере давайте посмотрим передачу массива функции то есть принципе я думаю вы уже это все знаете и сложности не будет вот более может быть не более возможно у вас какие-то вопросы есть по двумерным массивом но это в следующем видео первом примере мы в функцию которая печатает длину массива передаем указатель потому потому что это является указателем а вот то есть при любом удобном случае компилятор пытается привести вот такие записи к указателю вот поэтому здесь мы передам указатель и длину массива соответственно доступаемся мы к нему посредством индекса даже давайте лучше вот так вот вот точно таким же образом можно получить элемент массива и установить какое-то значение вот здесь проверки выхода за границы я не делаю но вы должны знать что нужно делать вот поэтому для упрощения вы можете посоздавать себе вот такие вот функции get set из вот так вот работать с этим массивом вот соответственно здесь сложности никаких мы принимаем указатель дальше не через индекс а добавляя к указателю индекс это в данном случае мы все помним что такое адресная арифметика в языке си это у нас есть указатель некий п когда мы к нему прибавляем какое-то значение пусть 2 то это означает вот так указатель мы помним да это хранит адрес адрес начала чего-то а вот когда мы видим к примеру функцию в которой мы видим указатель и если там не написан аргумент у аргумента нету имени арей а к примеру там а п какой-то а тут а л может быть а вот то по второму аргументу мы предполагаем что это массив так и мы здесь видим название лэнс поэтому это мы знаем называть переменные то есть аргументы параметры и там перемены какие-то нужно осмысленно чтобы было понятно вот данном случае ясное дело мы понимаем что это массив когда мы к указателю прибавляем какое-то значение то это не означает это мы помним я повторяю то есть вспоминаю к указателю п указательность этот адрес увеличивается не на 2 байта а на сколько правильно 2 умножить на соисок инт то есть на 8 байт либо попросту говоря можно говорить и так и некоторых книгах тоже так пишут то есть вот это называют единиц и хранения то есть на сколько единиц хранения нужно сместить этот указатель в данном случае единиц и хранения является значение типа in соответственно на две единицы хранения две единицы хранения типа in это будет 8 байт если же это будет чар то это будет 2 байт если же это будет да был то это будет 8 байт то есть на две единицы хранения либо на 6 единиц хранения вот так же для того чтобы сместить на 6 байт а не на 6 единиц хранения нам нужно всего лишь привести этот указатель к наименьшему а наименьший нас тип это чар то есть он гарантированно один байт хотя на некоторых системах он может быть и 2 байта занимать вот но в данном случае пока это неважно потому как таких платформ не так уж и много где чар занимает 16 бит поэтому вспомнить поэтому вот здесь сложности не должно быть мы адрес увеличим на количество единиц хранения то есть по факту это индекс является и разыменовываем и выводим на экран точно также получаем значение точно также изменяем вот сюда зашел адрес массива а вот вот так мы перемещаемся по этому адресу и нужную ячейку записываем нужное значение и пару функций для тестирования вывожу на экран потом печатаю элемент с индексом который у него был потом я его меняю на ноль и вывожу его если но все совпадают все отлично вот соответственно это один из вариантов дальше второй вариант второй вариант все то же самое то есть вы можете еще поискать и понаходить более экзотические способы объявлений массив но не рекомендую почему потому как этот будет только вас вводить заблуждение либо же если вы уже отличный специалист то вам принципе будет все равно можно и экзотическими способами создавать массивы вот но код должен быть максимально простым вот так как язык программирования это язык для программистов для людей компилятор переводит это в машинный код вот поэтому язык программирования для людей соответственно код должен быть минимальным и понятным теперь смотрим сюда объявили массивы мы также но передача функции у нас выглядит чуть чуть по другому если у нас здесь нету указателя а вот вместо этого мы в этих квадратных скобочках сказали что сюда передается массив и опять таки его длина то есть принципе ничего не поменялось кроме кроме записи кроме объявлений этого массива в параметрах функции вот соответственно передача точно таким же образом происходит передаем массив компилятор вот эту запись переводит в вот эту вот запись вот поэтому поэт либо же можно конкретно указать размер 50 тогда вот здесь смысла нету передавать еще длину но вот так как бы я не рекомендовал делать разве что в тех задачах где это действительно нужно потому что работать вы можете с разными массивами постоянно резервировать память под вот массивы размерности 50 или 500 смысла нету вот поэтому 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 работа с ним аналогично единственное вот здесь мы уже не указатель используем а индексации здесь можно работать с ним и как с указателем но если вы выбрали какой-то стиль то есть я вам рекомендую если вы выбрали вод такой стиль то работать с ним вот вот так как с указателем непосредственно указатель и увеличим адрес если живые выбрали вот такой стиль то здесь вот так вот и работаем с этим массивом единственное до нужно контролировать выходы за границы массива чтобы не произошло неожиданности вот поэтому используйте либо вот этот первый способ вот так вот либо вот этот второй способ да то есть принципе здесь ничего сложного нет когда когда вы для себя выберите какой-то стиль лучше его выбрать лучше даже если у вас нету документе как примеру то лучше создать его назвать коды ставил такой документ есть во многих компаниях которые занимаются разработкой программного обеспечения и этот коды ставил описывает общем приняты общепринятые правила в компании то есть как именовать перемены как именовать функции как именовать параметры и т.д. и т.п. вот соответственно лично для себя когда вы выбрали такой стиль то вы понимаете что это массив и работаете с него так в этом случае вы понимаете что это указатель пусть даже на массив но работаете вы с ним однотипно когда у вас будет однотипно вы будете работать то есть при примите какие-то там решения по именованию переменных то есть например что-то по типу венгерской нотации то есть и например то есть венгерская нотация впереди мы ставим и это означает что переменная типа пинт или у и это и так далее вот когда вы примете для себя какой-то стандарт кодирование вам будет гораздо легче вот и соответственно вам будет проще где-нибудь другой компании или выполнять на заказ какие-то работы то есть у вас код будет 1 код будет упорядочен его будет легко читать и не будет мешанины вот поэтому вариант 2 практически то же самое что и вариант 1 ну и вариант 3 это как бы так я не рекомендую его использовать потому что он может приводить по началу какой-то путаницы особенно если у вас еще нет достаточного опыта вот то есть по факту вот эта запись вот вот эта запись она равна можно сказать вот это ты смотрите когда мы пишем вот так вот те арей то это означает у нас массил указатели в данном случае это массил указатель в этом же случае это указатель на массил индончик вот здесь у нас массил указатели интэджер на интэджер да а здесь у нас указатель на массив интеджер вот то есть это либо вот это либо 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 вот вот это то есть по факту это же у нас тоже является указателем на массив intel его компилятор приводит грубо говоря вот к такому виду поэтому как бы пользоваться вот такой записи не я не рекомендую потому что как минимум где мы перескочили как минимум где-то потеряешься вот как минимум вот такую запись про инициализировать чем-то уже локальной памяти не получится как минимум нужно уже брать адрес у другого массива это раз во вторых все равно такая запись может ее называют экзотической некоторых вещей в некоторых случаях вот и она может вносить некоторую путаницу это раз во вторых когда вам вы еще недостаточно сильно знакомы с указателями в определенных случаях это вам будет доставлять неудобства потому что каждый раз вам нужно будет сидеть и вот это разбирать что же это такое плюс она может быть похожа новичкам на вот вот такую запись данном случае это массив указателей на функции да тут есть имя тут есть впереди звездочка тут есть скобочки тут есть еще вот такие скобочки есть еще вот такие а вот здесь нету круглых но в любом случае это уже как-то чуть-чуть похоже на массив указателей на функции по по силам указателей на функции я тоже сделал отдельное видео с какими-то примерами у нас уже было было видео по указателям на функции то есть по колбеком но нужно будет сделать еще вот поэтому как бы вот этот способ я не рекомендую вы его можете увидеть где-то не так часто конечно но можете увидеть поэтому пугаться не надо это качестве образования вашего увидели что это в скобочках а вы поняли это указатель здесь явно написано указатель но скобочкой значит он отделен чуть-чуть от этого понять значит получается указатель на что это дает нам знать что это массив 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 чего интеджер вот и все вот ну и работать с ним точно так же как и первом примере но я его не рекомендую использовать возможные проблемы вот но и соответственно передавать уже нужно брать адрес у этого указателя так как это у нас арей он и так является указателем но нужно взять у него адрес и передать вот сюда если вы адрес не возьмете то вам компилятор подскажет всегда нужно обращать внимание на тут ошибку сделано всегда нужно обращать на то что говорит компилятор в данном случае он кинет предупреждение если есть предупреждение в данном случае инка по тобой pointer type то есть несовместимые несовместимый тип соответственно вы должны понимать что это потенциальная ошибка вот поэтому нужно взять адрес вот поэтому это мы посмотрели и забыли я рекомендую как бы ну не то что забыть поразбирать попробовать поиграться но не использовать такой способ вот 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 ну и к примеру как можно проверить когда вы что-то объявляете как можно проверить какой у него на самом деле тип но вот к примеру смотрите мы объявили переменную указатель на int и пробуем присвоить ей целочисленные значения данном случае смотрите а один ничего нам не говорит о том что это указатель потому что вот это может быть намного выше то есть объявление вот соответственно при венгерской нотации п и мы бы знали что это понятно что это указатель но мы здесь не знаем и давайте попробуем собрать и что мы увидим увидим и предупреждение несовместимые типы соответственно вы понимаете что есть еще и прочитаете что это такое то есть прочитаете текст предупреждение то вы поймете что один является указатель ну вот эти примеры я написал для того чтобы вы смогли проверить вот смотри проверить соответственно когда мы это перемены один присваив берем адрес то все отлично точно также для массива примеру вот у нас массив массив чего массив указателей на int точно также проверка попробуем записать целочисленное значение не получится компилятор на врубнется но когда же мы в этот массив попробуем записать адрес все отлично точно также вот для вот этого вот 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 и и да но я думаю эти примеры вы посмотрите они на гитхабе будет ну и четвертый пример четвертом примере я покажу один из способов ну это никакие не хитрости кто-то бы может назвать это модным словом лайфхаком там нет это один из способов который позволяет нам уйти от вот этой лишней переменной вот ну можно короче и так работать смотрите и объявляют рима сила раз с разной длиной являю константы да то есть это даже не константы define array один сайт мы знаем что на этапе компиляции то есть перед компиляции сюда будут подставлены вот эти вот значения сюда вот вот это значение и так далее соответственно здесь создаются массив с размерностью на один больше в данном случае массив 3 но память выделяется по четыре элемента и первый элемент массива инициализируется чем его размером правильно все остальное можно к примеру не инициализировать просто просто сделать вот так мы знаем что все остальные элементы стандартным гарантирует все остальные элементы про инициализируются нуля вот эти рассмотрите из 1 1 ячейку массива я записываю его размерность и функции там print как и с этим работ я беру первую ячейку увеличиваю на 1 это понятное дело я думаю вы знаете почему и я знаю размерность массива и с ним работает точно также для get для получения данных то есть мне нужно вот этот индекс который передали увеличить на 1 потому что если хотят получить самый первый элемент это индекс 0 но под индексом 0 у нас содержится размер массива соответственно нам нужно увеличить на 1 здесь уже сделал проверку выхода за границы вот и аналогично устанавливать вот и работать с этим бы не сложно но это один из таких способов возможно он вам понравится и вы его будете использовать чтобы каждый раз не передавать вот это длину вот и еще по поводу рекомендации я бы рекомендовал если вы ваша функция работает с массивами статическими то есть которые на стеке с на локальной локальной памяти то использовать вот такой способ записи если же массивы динамически то вот такой почему ну потому что когда вы к примеру придете к этому стилю то вы будете четко знать что вот это у нас массив локальный то есть они динамический массив а вот здесь динамический массив вот то есть это можно аналогию привести к примеру к примеру давайте вот так это сделаю 1 равно 0 и 1 равно ну по факту ну это тот же 0 только за define да так вот когда мы видим вот такую запись или когда мы видим если а 1 равно 0 вот что нам говорят эти записи они нам говорят что в этом случае это целочисленное переменное значение то есть это может быть интеже short там чар вот а в этом случае это является указателем то есть мы чисто визуально можем ориентироваться по коду то есть так как мы визуально можем ориентироваться по названием параметров по названием функции по названием переменных точно так же как и вот здесь до аналогии это мы знаем что это целочисленное значение это указатель только точно также при работе с массивами если у вас это статический массив то есть в автоматической памяти в памяти на стеке то используйте вот такую запись и работаете с ней вот так вот если же это динамический 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 на массив то вы передаете указатель и работаете с ним как с указатель то есть используя адресную арифметику следуя этим правилам вам будет гораздо легче вот но чтобы не путаться советую либо поискать в интернете возможно есть там коды ставил вот либо для себя создать вот прям сейчас возьмите блокнотик и напишите сознание массивов статические объявления и пишите вот такой способ динамические то понятное дело вот такой способ динамические это вот так статически это вот 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 ну думаю все по поводу одномерных массивов то есть в принципе эти примеры можно запустить они работают у себя вы можете их запустить и протестировать так сказать вот два терминала запустилась было вот пример один он есть то есть изменяю значение получаю значение и так далее вот вывожу массив 0 0 0 вот это было вот здесь пронициализировано было все нулями остальное вот поэтому здесь есть примерчики рассмотрите то есть это все на гитхабе будет лежать вот и следующем видео разберем двумерные массивы передача их в функции и чтобы функции можно было их менять то есть получать значение и менять значение вот здесь я написал еще конус да и во всех написал чтобы исключить случайную модификацию элементов если мы случайно кто-то напишет вот так то компилятор не ругнется и скажет что этого делать нельзя это можно сделать легко даже вот пропустил второй знак равно это можно сделать так еще раз конст уберем это можно сделать и соответственно умный компилятор а конечно же на это обратить внимание но не не каждый компилятор на это может обратить внимание а вот соответственно некоторые могут это пропустить а это мы просто сделали небольшую ошибку но у нас этот пив выполняется всегда и и и и это есть ошибка соответственно пишем вот и никаких ошибок нет вот поэтому на сегодня все видео получилось надеюсь не длинным и полезным поэтому поэтому делимся подписываемся ну и так далее все всем спасибо всем пока